Доброе утро! Вы на канале Черничный культер, где семья живет в лесу. Димка у нас гости. О, Юра едет. Привет! Баки, ты иди дай? Да. Дай козу, а я пока всех покажу. Привет! Привет! Подарить подарок. Так поздравить или подарить подарок? Подарить подарок или поздравить. Хороший подарок? Да. Хорошо. Мы вас тоже будем поздравлять. Хорошо. Хороший подарок. Сначала посмотрим ваш. Птик напугал свиней. Выскакивает. Пробуксовкой дали. Такие большие. Ну, подросли. Вот эта черная вообще такая так быстро растет. Вот эта черная. У нее получается отец Солидо. А мамка бочка. Блинная, большая, массивная и шерсть такая блестящая. Всего ей хватает. Может ее свиноваткой оставить. Не посмотрим еще. Это две девочки. Две свинки. А вот белая от Зинки тоже медленнее растет. Зинка маленькая. А та от бочки от Солидо вообще мощная. Она уже по длине, как пищалка. Ну. Ну что, чай попьем? Капучино с молоком будет. Много молока. Много молока. Много молока, да? Да. Много молока. Я люблю молоко. Много молока будет очень тяжело англичанам и иностранцам. Сейчас я выпущу и идем чай пить. Вам уже привезли этот? Кормозапарник? Да. Кстати, сейчас вместе с тобой или ты спешишь? Не, ну до обеда. Потом мы с Миланой уезжаем на утренний. Ну успеем разжечь. До обеда есть время. А ты что на утренний к Милане? И завтра еще. Сейчас. Надо попробовать сегодня затопить перебрать. Чуть-чуть яичек дать. Смотри, его сегодня снесли. Одной индюшиной и пять куриных. Надо его поднять с тобой и на кирпичи поставить. Удобно так он. Наклоняется, вываливается. Но. Вино домашнее? Боки лови. Поймаешь? Нет. Просто подержи, да? Хо в вино. Потом беремся, да. Ты специалист по заводу, она как будто так и сделана. Помните, в прошлом ролике нам подарили для сковородки, ну и сковородку, и такую ручку? Посмотрите, что ее разделал. Как будто завод-изготовитель так предусмотрел. Правда, красиво? Нужно на завод фото послать. Чтобы доработали, доработали сковородку. Бери, 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 я еще не подарил. Спасибо. А это было не подарки? Нет. Люра, это люстра? Да. А что она такая длинная? Она прямо для весь кубовый стол, только над мной. Ты, Юра, вообще читаешь комментарии под роликами? Ну тогда, ну ты видел такие комментарии, зачем будет люстра здесь, но если вывести ее над столом? Можешь посмеяться. А тебе хотелось ответить им, да? Да. Над столом будет люстра, как стол, длинная. А она красивая будет? Лучше открывать, посмотришь. Где бантики? Да, она как раз, получается, стол 4 метра, а она 2,10. Она как раз по центру стола, да? Да. Давай. Сейчас найдем центр и повесим. Снова все время надо. Я думаю, что ты говоришь, заглавные такие длинные, когда составляй. И ту я привез в цепь, мы ее немножко опустим. Сёня, ты успеешь на работу? Ой, на утренник успеешь. Я могу ей опоздать. Молодец, а можешь вообще не пойти на утренник? Нет, мне пригласительная дали. Давай мы тебе конфет подарим в 2 раза больше, и ты не пойдешь. Нет, у меня будет много конфет все равно. Тогда мы на ней даем, хорошо. Ну, я уже через пленку вижу, что она сделана в таком же стиле, как и та люстра. Один цвет, одна ковка. Дуб, сосна, елка? Елка. Чтобы полегче было. Ну да, 2-метровая, если дубовую сделать, то крыши не выдержим. Ух ты, сколько здесь ковки. Миланя, ты видела ее? Да. Я была с папой в горы, где она видела. Я не видел ни разу. Бокки, знаешь, что это? Что это? Что это? Как? Люстра. Люстра, да. Люстра. Ой, тут копта. Ну, а сколько здесь, Юра, лампочек? Сейчас посчитаю. Ну, я вижу 6. Раз, 3 здесь, 3 здесь, да? Угу. Всего 9. А где еще? Снизу еще 3. А, снизу еще? Класс, что снизу, класс. Класс. Вот потому что, ну, как бы я же не могу сказать, маловато, лампочек и все потолок. А как ты так умудрился еще снизу? Еще раз вот эти носки там. Юрик, ты мозг просто, блин, неправильно, это, ты не просто инженер. Да. Да, потому что вверх, ну, а, 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 а цепь есть к ней? Да, да, все, я привез. Класс, да? Давай, бля, кастрю, поднию. Угу. Угу. А, вот, еще лампочки снизу, да? Обалдеть. Получается девять лампочек. Такой раз весь стол будет освещать. Ты что, цепь и цепь? Давай, сейчас прикинем, где середина и повесим. Аааа. Красивая она вообще. Ну, ты где-то вытрачу делал или своя разработка? Своя, все придумал. Как, куда прикрутить, как сделать. Спасибо большое. Пожалуйста. Пойду еще я из выдашу тебе. Ха-ха-ха. Да, я не знаю, что это вообще, да. О, тут цепи. Что, повесим? Давай потом повесим, пошли я тебе кое-что подарю. Ну, чтобы у нас, ну, ты тоже довольный был. Пошли. Я и так довольный, что вам подарил. Ха-ха-ха. А наш подарок прячется за этой дверью. Мы себе, Юра, заказывали на Новый год подарок. Заодно и тебе заказали. Смотри. Вот это? Чтобы ты свою ласточку мыл. Вот. Такая автомойка станции. Я с ними не стал. Вот такая вот. Твоя мечта сбылась на этот Новый год. Сейчас загрузим тебе машину. И, и, я знаю, что у тебя не было вот такой ручной дисковой пилы. Она много его упрощает, когда что-то делает. Ну, это, это, что ты следующие подарки готовил. Спасибо. Поздравляем с Новым годом. Ну, а себе мы взяли снегоуборщик. Не такой маленький. Этим будем на домике, на дереве делать. А этот тоже на батарейках. Но он на колесиках его возить будет. Сейчас, если повесим люстру, то его тоже здесь попробуем. Покажем, как снег убирать. И почему мы вообще в Редверге купили? Помнишь наш колун? Мы от него, вообще, это лучшая вещь, которая вообще электрическая, есть у нас на хуторе. То есть, ну, так упрощает, упростила жизнь. У нас на хуторе дров не бывает. Валя сбоке, просто я один раз уехал в город, приезжаю, где дрова, говорит, мы уже покололи. Они сами, то есть, это такая, вроде бы, вещь мужская, но может управляться даже ребенок. И поэтому мы вот сделали себе подарок и тебе. Пошли машину снесем. Спасибо. Мойка тяжелее, чем снегоуборщик. Такая тяжелая. Вот, видишь, тоже большой подарок. Типа торцовочная такая, да? Вот, скажем. Супер. Аккуратно, не порежься. Класс. Я когда-нибудь себе тоже такой закажу, у меня такой нет. А зачем она тебе? Ну, я все бензопилой отрезаю, а этим будет ровнее. Как бы, зачем бензопилу заводить? Можно в помещении работать. Тут и вдоль можно распиливать, удобно очень. Тут линейка ставится. Под 45 градусов, где что она пилит. Ага. То есть, вот так, наворачиваются. Ты себе такой, один хочу. Это щетки запасные, да? Да, запасные щетки. Я не открывал, если честно. Ну, как бы, все-таки твой подарок. Что там еще? Ну, это тоже типа линейки, да? Это параллельно распиливать. Ага. Этот лед может и желоба поломать. Я не знаю. Это стрелок. Я не знаю. Я не знаю. Будете много воды Давай сначала эту пропустим Ты цепь привез? Вот чисто по центру она только повесьте А четыре этих цепи я сюда на карабин повесь Давай Я пойду тушенку подавлю А тебе с чем? У нас пять видов Хе-хе-хе-хе-хе Сейчас подожди Давай я тебе всех по одной оставлю Давай Всех по одной Спасибо большое Пожалуйста Сейчас потерпи чуть-чуть Ну что там ниже стала она? Как надо? О Уже чуть ниже стало сойти Да? Уже меньше патолог будет освещать Ниже уже не надо правда Я думаю Если уже ниже То кто-нибудь высокий будет цепляться Я на компьютере примерно прикинул где куда-то прикрутить Ага Если будет низ Люстры Вот здесь Вот тут Вот сейчас тут да? Да Низ люстры Нормально Нормально Чем ниже тем лучше Тут же все равно будет всегда стол стоят Здесь Никто там никогда ходить не будет И это даже модно Когда Висит над самым столом Давай вот сюда вот Да Не надо высоко как стол Это пониже Чтобы она еду освещала Давай померяем где середина стола будет Юр Слышишь у меня просьба к тебе Какая? Нам надо этот стол Перенести вот туда Пока ты здесь то мы четвером перенесем Ну передвинем Потому что я хочу вот этими домами заниматься То есть мне надо их перекладывать Надо их Обрезать Резать Обжигать Да То есть Он сейчас нам мешает Сейчас его перенесем Или наоборот с него лучше работать Нет Давай лучше повесим А потом перенесим Давай 4 0 4 Ага Это 2 2 2 Да Вот здесь Там середина Да Ну он так и будет стоять Все уже Ну так она уже полностью сухая Ну да Полегче было Такая тяжелая На эту люстру ты взял цепь и помощнее Ну да Люстра побольше Цепь и там Двумя красками черное и серебристое У меня все Это та Оп Это это Где восторг? Миланя Где пришли? Обалденно Обалденно что он вас метит вниз То есть я сел У меня тарелка подсвещает Как ты блин угадал чтоб снизу светила вниз Нет, вот что значит что мы все друг о друге знаем Ты знаешь не только, что подарить, но и как, и я тоже знаю. Надеюсь. Обалдеть. Ветером будет хорошо смотреться. Докушка, как тебе? Класс. Класс? Да. Беутифул. Давайте сейчас стол перенесем вот туда. Окей, поможете? Давайте перезвинем, чтобы я мог заниматься. Вообще тяжелое. Давай к стенке. Еще к стенке. Давай, давай, еще. О, все. Спасибо еще раз. Если бы я вот пошел к мастеру заказывать, или пошел в магазине искать люстру, вот я именно бы ее купил. Просто, ну, 10 из 10, как всегда, да? И сочетается с той. Ну, конечно. И низенько висит. Захочешь выше, можно на любую, на звеном. Ну, надо выше. Вот смотри, даже вот так вот, даже если стола здесь не было, все равно видишь недостойку головы. Супер. Супер. Тут, может, даже еще, нет, ниже-то тоже, да, все и тело. И освещает и вверх, и вниз. Вечером, вечером смотришь сегодня. Ну что, пошли, разождем. Карлос Барник. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы забыли про огонь, давайте еще подкинем немножко Что-то булькает тут Может тебе ложку дать? Нет, это нормально для собачек, для свинок Хорошая еда, полезная Я думаю, три раза мы им попользуемся И мы будем знать пропорции Сколько дать воды, сколько дать зерна Сколько дать картошки, сколько дать шкурок Сколько дать костей Мы уже тогда будем точно знать А это у нас так чисто Первый блин, надеемся, что будет не комом Встретимся только в новом году Первого числа Всех наступающим Новым годом и Рождеством Всем пока До свидания Так, смотрите Три индюка Две индюшки Где наша черная индюшка? Пошли искать У нас индюшка пропала Вы не видели? Бочка, это я Бочка Ай, пройчи Ай, пройчи Тут тоже нет А где же она тогда? Бочка Ну на, кусай Хорошо, на Кусай, кусай Будешь кусать за ногу? На Ну нигде нету Значит Сюда она как-то вошла Нету индюшки Где несется индюшка? А может в той будке Там где Дик живет? Давай проверим Собачьи будки Точно А вот кстати Почему-то Найда На улице сейчас лежит Может индюшка В будке Она на улице? Найдюшка Ты индюшку не видела? Нету И тут нету А в той будке? Пошли Пошли Синдюшку тоже не видела Где может? Везде снег лежит в других местах Болька Где? Ну нигде не нашли И даже идей нету Где может снестись индюшка? Зимой Нету В дровах тоже нету Ну я уже даже больше не знаю Где искать Ну давай еще на чердак посмотрим Может на чердак Ну как она туда залететь могла? Нету на чердаке Ну что друзья Веранда все Законченный и законченный Что тут осталось? Осталось потолок Да Потолок А Лавочки остались еще Лавочки тоже может быть До нового года будут Потолок уже до нового года По любому не успеем Почему? Его оббить надо пару дней Может от трех до семи дней Но подготовить Эту шалевку Может надо будет Все две недели уйдет Это у нас Имитация бруса Входит Одна в одну Вообще Его надо покрасить Перед тем Как привить Это будет Слишком просто Мы хотим Попробовать Побрашировать Хотим попробовать Обжечь Давайте сейчас Вынесем на улицу Вот эту вот Одну доску 30% Ее Просто Забрашируем И Покрасим Белой краской 30% Просто Обожгем И Обожгем Ее И покрасим Белой краской И 30% И Побрашируем И Подождем И покрасим Белой краской И Мы С вами Мы тогда Проведем Вопрос Сами Посмотрим И тогда Уже Решим Что Делать С этими 60 квадратами На улицу Ее На эксперимент Точно Такая же Имитация Бруса У нас В спальне Мы Пробовали Вот Вот У нас Вот На эту Досочку Больше Всего Нанесено Белого Видите Наверное На потолок Мы будем Наносить Чем Побольше И Вся У нас Она Брашированная На террасе Надо Сделать Белее Однозначно Белее Выбрашировать Будем Обычной Металлической Щеткой Все Получается Вот Вот Место Просто Забрашировали Дальше Вжигаем Потому Место Дальше И О Ничего Белее Когда О Место 妳 А Так, первую мы забрашировали, вторую только обожгли, эту сейчас и забрашируем, и обожгем. Продолжение следует... Десятки комментариев видел, где ваш тандыр, где тандыр, ну вот же он, даже подписан, просто закрыли от осадков его специальным чехлом. А теперь наносим нашу краску. Продолжение следует... Вечереет... А индюшки так и нету. Обыскали уже все, что можно было на хуторе. Валь, ты знаешь, у меня с самого ёкает, мне вот хочется, чтобы ты быстрее уже к этому обгоревшему перешла. Мне вот так интересно, что будет. Белое-то белое, нормально. Ну, красивое, да красивое. Ну, мы уже знали, что такое будет, как в спальне у нас. Да. Тут мало впитывается. Из-за того, что очень гладко, да? Да. Нам бы хотелось бы получить вот такое же, как наши дверки и как наши люстры. Ну, как там знали так? Еще не высохло. Еще пока что цвет размытый. Надо, чтобы подсохло. Ну, и начинаем там, где и брашировано, и обгоревшее. Бокки, где индюк? Бокки, где индюк, где индюк? Кто-то скажет, может, вот такой вот цвет, самый красивый, и даже не надо ничего на белую краску наносить. Но нам надо 100% ее нанести, чтобы помещение было светло. Но нам надо по-любому пройтись белой краской, чтобы помещение было светлое. Потому что у нас темная стена и темное барбекю. Поэтому, чтобы осветлить, мы сделали светлый пол и будем делать светлый потолок. Все. все пусть подсыхает и тогда скажем свои впечатления и сделаем вывод ну что друзья что делать что выбираем вот она немножко подсохла и белой краски почти не видно и получилось что ну какое-то какое-то но темное то есть это надо получается наверное второй слой белой краски наносить то есть подсохла и наверно второй раз белым красить потому что будет темный потолок правда это будет темный потолок так как в спальне не хочется тоже как-то светлое может чуть-чуть обжигать вообще местами так кое-где выделять и она не можно чуть-чуть обжигать он тут тут она обжигает с такой там мягкие волокна и ты не можешь их чуть-чуть обжечь то есть она обжигает мягкие волокна из этих трех вариантов конечно я бы выбрал этот но надо было бы еще покрасить еще раз белой краской но может у нас какие-то есть столеры станочники там какие-то может еще что-нибудь посоветует мы ждем ваших комментариев ну вот к вечеру у нас приготовилась еда чем мы будем завтра кормить животных зерно запарилась картошка на дне шкурки косточки вкуснятина хоть ты сам кушай его дров пошло совсем немного два раза чуть-чуть подкинули и еда готова я уже хотел сейчас зрителям сказать все индюшки больше у нас нет несколько часов я знаю где она под елка зовет зовет уже их давай идем по следам по следам следы рук елки вот тут вот тут вот тут тут и собака сто раз сегодня без и ты была здесь боки да у нас уже индюки такие же самые как свиньи что-то здесь булька нюхает покажи где будет здесь какое-то гнездо на яиц нету такое внизу красивая подожди а может она теплая сейчас посмотрю ну вот где она была короче это индюшка прячь спряталась папа лучше чем наша зим когда-то одна спряталась мы найти яиц не можем но где-то здесь хорошо что какую тиндюшку нашли завтра когда она в следующий раз пропадет мы уже знаем направление и пойдем найдем может она его только делала это гнездо только подготавливала может я думаю мы чуть 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 снизу пригоревшие позвонили теща теща сказала так сначала надо было закипятить воду потом закинуть картошку потом закинуть шкурки и уже когда огня нету тогда только закинуть зиро короче но все-таки первые блинков они конечно съедят это все вот на улице уже потемнело соска наша уже полностью высохла но реально если мы сделаем вот эти варианты будет потолок темнее даже сейчас чем бедоплексом покрыт может просто прибить до белым покрасить да и все затем ну правда красиво но темно лучше может белая краска два раза покрасить я хочу светлое один раз переносить ну нет два раза покрасить а 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 Субтитры создавал DimaTorzok